С вами Актуальное интервью. Меня зовут Павел Танин и сегодня у нас в гостях начальник отдела ДПС управления ГИБДД МВД по республике Саха-Якутия, подполковник полиции Владислав Осипов. Владислав Александрович, здравствуйте. Ну и логично, о чем мы с вами будем разговаривать. Разговаривать будем о дорогах, а точнее о ситуациях на дорогах, в том числе о дорожно-транспортных происшествиях. И вот буквально на днях в Нерингринском районе произошло крупное достаточно событие. Столкнулись машины очень серьезные. Можете какие-то подробности рассказать на 389-м километре трассы Лена? Да, да. Данное происшествие, ну, насколько вот на сегодняшний день нам известно, значит, сейчас проводится расследование, поэтому здесь я пока не могу полностью сказать, но то, что есть факты конкретные, в том, что у нас там пострадало значительное количество людей, 6 человек, среди них, что вот печально, как бы об этом говорить, дети есть. Ну, это особый такой у нас как раз момент вот про детей. Хотелось бы тоже об этом много сказать, да, но виной, видите, там можно сказать предварительно, да, виной вот данном дорожно-транспортном происшествии это было, я как вот думаю, это все-таки у нас человеческий фактор в основном, да, то есть невнимательность водителей, незнание, неправильное использование и понятие вот ситуации метеорологической, дорожной ситуации. То есть люди, возможно, люди торопятся у нас, ну, жизнь такая у нас бурная, все понимаете, да, кто-то, допустим, в свою очередь, невнимательно остановившись на дороге, ну, поломка или что-то, не выставил свое время на знаки, не обозначил себя, ну, вот таких ситуаций много. В данном, если происшествие говорить, то получилось, что произошел наезд грузового транспортного средства, настоящее транспортное средство, после чего Hyundai, легковой уже, ну, вот так, Hyundai Grand, будем говорить, микроавтобус, он совершил наезд уже на другой, вот на то транспортное средство, в данном случае, в том, что она как раз там была, которая наехала, в свою очередь, на ВАВ, это импортно, ну, импортного производства транспорта. И дети находились у нас в этом Hyundai, и вот пострадали, и получилось так, что там семья была, вот что еще, понимаете, ну, хорошо будем так говорить, что так все завершилось, но еще, ну, я не хочу так бы это озвучивать, но смысл в том, что без жира будем так говорить, да. То есть нет погибших, но травмы тоже нехорошо. Да, но это нехорошо, что травмы, понимаете, любая травма, да любое происшествие, пусть даже это материальным, с материальным ущербом, просто железо пострадало, но это же все равно для людей, как бы, нагрузка лишней проблемой. Действительно. Понимаете, да. Вот. Ну, вот говоря про детей, то, что они находились в машине, наверное, стоит поговорить, как вы сами сказали, о детском травматизме на дорогах в Якутии, то есть как сегодня обстоят дела с этим, то есть может быть даже какая-то статистика за 9 месяцев, за 10 этого года. Ну, в данном случае мы сейчас вообще, вот если говорить по статистике, да, вообще, давайте начнем, наверное, с общего, да, у нас, если сравнивать с прошлым годом, ну, у нас сейчас, в принципе, мы к этому, как говорится, нет, у нас, будем говорить, тенденции к этому сравнению, да, но все равно мы к этому обращаемся, все-таки смотрим на цифры, цифры, анализ есть, проводится. Поэтому, что хотелось бы сказать, вот, и вообще слушателям нашим, да, зрителям о том, что рост дорожно-транспортных происшествий на сегодня у нас по сравнению с прошлым годом наблюдается. Это по, вообще, по общему количеству ДТП, также по погибшим на данном, ну, на сегодняшний день. То есть тоже показатель. Да, я говорю на сегодняшний день, вот мы сегодня с вами разговариваем, я на сегодняшний день говорю и по пострадавшим, да. Это цифра, если конкретно, я могу сказать, что сегодня мы на сегодняшний день имеем 98 погибших, 945 ДТП количества и 1244 человека пострадавших. Вот вы представьте. Это вот за 2017 год. Да, вы представьте, какие цифры, вы представляете, это сколько судеб, ну, это же просто уму непостижимо, грубо говоря. И то, что мы с вами, вот вы вопрос задали, да, как раз вот по ДТП, да, и детский травматизм. У нас не только происходят, то есть ситуации там, где страдают дети, это в столкновениях, там, где они находятся в транспорте, да. Бывают пешеходы, да. И особо хотелось бы вот на это тоже обратить внимание, потому что дети гуляют или идут в школу, значит, присмотр взрослых обязательно нужен в этом случае, понимаете. Очень много ситуаций, когда водители сами невнимательно не предоставляют преимущество пешеходу. И не только ребенку, а, ну, взрослым. Говоря вот про преимущество пешеходу, то есть, ну, я не знаю, сможете ли ответить или нет. Если нет, ну, продолжим. Если да, то было бы неплохо услышать. То есть, когда совершается наезд на пешехода, да, либо водитель не предоставил право законное пешеходу, так сказать, приоритет, либо же все-таки пешеход в неположенном месте перешел дорогу. То есть, каких случаев больше, когда водитель не предоставляет, водитель виноват или когда пешеход неправильно переходит? А, ну, да, я статистику, конечно, не могу сказать. Именно по количеству, но давайте так говорить будем, что все-таки у нас в основном, да, будем так говорить, мы исходим из чего? Что все-таки водитель управляет транспортным средством источником повышенной опасности. То есть, ответственность на нем больше. Даже будучи виноват пешеход, не виноват, переходил ли он в установленном, не установленном месте, все-таки ответственность на водителя очень большая. Следствие, дальше мы, как говорим, есть такая расхожая фраза, следствие покажет, да, но, извините, от этого никому не легче. То, что произошло наезд на ребенка или там на, еще, не дай бог, со смертельным исходом. Вот здесь вспоминается, в свое время обучался в автошколе и преподаватель теории очень хорошую такую, так и расписал положение дел. Да, есть пешеход, он отвечает за себя на дороге, есть пассажир, который отвечает также за себя на дороге и немного за то, что происходит в машине. И есть водитель, который отвечает, кстати, мысль интересная, действительно, отвечает за себя, за пассажиров и за все, что происходит вокруг автомобиля. Ну, вот вы подтвердили просто то, что я буквально полсекунды назад сказал. Ответственность большая на водителя. Ответственность большая. И вот хотелось бы, знаете, тут как раз и говорить о том, что мало того, что это взаимоотношение участников дорожного движения, да, но оно обусловлено еще чем? Теми же погодными условиями. Мы сегодня вот собрались, я так понимаю, ну вот этот разговор наш связан все-таки с тем, что сегодня зима. Да, туманы. Да, туманы, гололед, скользкая, заснеженность. Значит, вот водитель, как раз водитель-то и должен учитывать все эти характеристики. А вот говоря про взаимоотношения на дороге, да, вот не знаю, сравнивать, не сравнивать, считается, что все-таки у нас не очень культурные водители в плане вождения самого, не то, что там, как люди сами, а вот именно в плане вождения у нас с культурой на дорогах все очень плохо. Опять же, сравнить с другими городами, то есть так ли это и что с этим можно делать? Ну, если говорить вот про собственную опыту, да, я вот по России езжу, допустим, да, когда в отпуске бываю, я езжу на машине, беру машину в прокат, очень хорошая штука. Но я обратил внимание действительно, что действительно у нас на сегодняшний день здесь, в Якутии, да, культуры взаимоотношения водителя и пешехода, даже вот эти два участника дорожного движения, я про пассажиров не говорю. Хотя они по закону тоже участники, и ответственность у них есть предусмотрена за их нарушение правил дорожного движения. Действительно, у нас вот что-то происходит, я, знаете, вот много тоже, может быть, все-таки это связано с нашим менталитетом, с условиями нашей жизни. Вот простой пример, я уже неоднократно об этом говорил, мы говорим, водитель виноват, да, да, вот он отвечает за все, вот он должен предотвратить. Но с другой стороны-то, пешеход тоже должен принять все меры, он должен знать правила дорожного движения. Обезопасить себя. Да, и обезопасить не только себя, и всех окружающих. Из-за того, что уходя от столкновения с этим пешеходом, водитель может выйти на встречную полосу, а там идет поток, не только поток, а везут группу, извините, детей. Я не хочу, понимаете, что произойдет тогда у нас. Действительно. Вот это, это очень много ответственности на пешеходе тоже. Особенно в зимний период, что у нас делают, наушники вставили, шапку натянули, капюшон затянули, и все, и смотрят на светофор. Музыка в ушах играет, смотрят на светофор, загорелся зеленый, шаг вперед и пошел. Не посмотрев налево, у нас в школе учат, с детских лет, с детсада, мы этим занимаемся, госавтоинспекция занимается, пропаганда наша, о том, что посмотри налево, посмотри направо. Нет, все равно происходит то, что мы имеем на сегодняшний день. Не смотрят, шаг сделал, вперед, но транспортное средство заканчивает пешеходный проезд, перекрестка. Что может водитель сделать? Вот, подумайте тоже. Да, если завершающий маневр, но есть же случаи, когда вот на красный проезжают. Ну, такие ситуации, если это будет доказано в ходе расследования административного или следствия уголовного рассмотрения дела. Ну, кстати, возвращаю, подводя итог именно про культуру вождения, вот тоже личный опыт в вождении, то есть, может быть, все-таки от малоопытности водителей в Якутске такое бескультурие, потому что я ездил в другом городе, и вот чувствовался, я всегда считал, что вот у нас бескультурно возят в Якутске, да, так, неуважительно относятся друг к другу водители, и сам как-то вот стал этим заниматься в другом городе. Знаете, вот опять-таки, да, я вот, знаете, хочу сказать, все-таки то место, в котором человек живет, которым он водит, очень много влияет. Я вот говорю еще раз по собственным опытам, скажу вам, да, почему, потому что, если говорить о том, что как учат, да, я не хотел бы сейчас прямо, ну, поддаваться в подробности, просто в свое время когда-то я преподавал тоже в школе, да, и были ученики, курсанты, я бы не сказал, что они плохо изучают, очень довольно-таки хорошо изучают правила, штудируют, особенно женщины у нас автоматически штудируют, они очень хорошо дают экзамены. А вот практика вождения, да, практика вождения уже буквально две минутки остается. Знаете, вот можно, да, я вот воспользуюсь быстро? Да, конечно. Вот у меня хотел бы обратить к участникам дорожного движения, у нас на сегодняшний день зима все-таки на дворе, снег, гололед, о том, что мы говорили, метрологические сложные условия, поэтому просьба водителей быть внимательными, вот то, что у нас сейчас творится, последнее ДТП было буквально вот вчера со смертельным исходом, тоже, ну, сейчас следствие проводится, женщина погибла, шесть человек пострадали, это к чему, я о чем хочу сказать, что будьте внимательны, не надо рисковать своей жизнью, при том еще теми, кто у вас, как говорится, в вашей ответственности, ваши пассажиры сидят. Ну, и также хотелось сказать, что праздники скоро, да, подходят, хотелось бы поздравить, может быть, хоть и рано, но все-таки поздравить, и предупредить, что вот сейчас начнутся мероприятия, посвященные всем вот этим новогодним, водители будут приезжать в центральные районы, это не только в Якутск, а большие населенные пункты, не оставляйте транспортные средства без присмотра. Количество угонов, как мы фиксируем, каждый год анализируем, у нас именно растет в этот момент, когда водители бросают транспортные средства с ключами, не бросайте, вот, прошу, и, как говорится, тогда все будет нормально. Заведенный двигатель также провоцирует что? Угнать машину любого, я не говорю конкретного угонщика, а любого, кто хочет просто погреться там, находясь в каком-то неадекватном состоянии, будем так говорить. Ну, на самом деле, еще стоит, наверное, о главном сказать, о чем мы не сказали, то, что не садитесь никогда в нетрезвом состоянии за руль, об этом мы почему-то сегодня не упомянули, но вот под конец, мы, к сожалению, наше эфирное время подошло к концу, я напомню, что в гостях у нас сегодня был начальник отдела ДПС, управления ГИБДД, МВД по республике, подполковник полиции Владислав Осипов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok